Здравствуйте. В этом видео покажу, как можно быстро размагнитить инструмент с помощью простого самодельного устройства. В процессе эксплуатации инструмент, бывает, намагничивается, то есть начинает притягивать к себе мелкие металлические предметы. Это происходит с отвертками, ножницами, пинцетами, свёрлами. Особенно меня раздражает, когда к штангенциркулю притягивается мелкая стружка. Намагничивание инструмента происходит от соприкосновения его с постоянным магнитом или при попадании в магнитное поле разных электрических приборов. Иногда намагничивание инструмента бывает полезным. Когда, например, надо установить винтик с помощью отвертки в неудобном месте, существует инструмент, например, отвертки с магнитным закреплением сменных насадок. Для размагничивания инструмента я использую самодельное устройство, сделанное из простого трансформатора. Использую только первичную обмотку на 220 вольт, причём с разорванной магнитной цепью. В катушку устанавливаю только шеобразные пластины. В этих двух местах магнитопровод разорван. При включении этого устройства в сеть в этих зазорах наводится сильное переменное магнитное поле с частотой 50 Гц. При внесении инструмента внешнее поле замыкается через инструмент и происходит перемагничивание инструмента 50 раз в секунду. Если намагниченный инструмент постепенно отводить из этой зоны на расстояние полметра в метр, то инструмент размагнитится. Отвертка намагниченная, вот к ней скрепка и шайба примагничиваются. Включаю устройство. Слышно, как оно работает. Теперь отвожу отвертку в сторону. Всё из крепкой шайбы не примагничивается. Отвертка размагнитилась. Простыми словами это явление можно объяснить так. Вот петля гистерезиса для отвертки. При внесении отвертки во внешнее магнитное поле происходит перемагничивание отвертки по этой петле 50 раз в секунду. По оси У намагниченность, а по оси Х напряженность внешнего магнитного поля. При отведении отвертки дальше от магнитного зазора внешнее магнитное поле в ней уменьшается, Размер петли уменьшается и уменьшается остаточная намагниченность у отвертки. При достаточно большом удалении отвертки от устройства намагниченность становится равной нулю, что и требуется получить. Если просто выключить устройство, то отвертка может полностью не размагнититься. Намагниченность отвертки будет неопределённой. Или нулевой, если выключить в этих точках. Или большой, если выключить в этих точках. Или промежуточный, в зависимости от того, в какой момент выключить устройство. Поэтому для размагничивания инструмента надо постепенно удалять его от устройства. То есть удалять из магнитного поля, а не выключать устройство. И это устройство можно использовать и для намагничивания инструмента. Например, отвертки. Вносим инструмент в магнитный зазор. Включаем и выключаем устройство. То есть магнитное поле. Инструмент намагнитится. Отвертка не магнитная. Подношу отвертку, включаю устройство и выключаю. Всё, отвертка стала магнитной. Но при этом величина остаточной намагниченности будет неопределённой. Она будет зависеть от момента выключения устройства. Чтобы гарантированно получить максимальное намагничивание инструмента, такое или тук-такое, надо исключить его перемагничивание. Это можно просто сделать, если собрать схему с одним диодом. Я использую диод D226B. С одним диодом выпрямление будет одно полупериодное. Теперь петли гистереза как таковой уже нет. При включении устройства намагничивание будет идти по этой кривой, а дальше 50 раз в секунду по этой кривой будет происходить изменение намагниченности. При выключении устройства остаточная намагниченность будет определённой. Вот такой. Она будет постоянной и будет зависеть только от данной марки стали инструмента и от величины магнитного поля, который зависит от данного устройства. Инструменты намагничиваются, потому что они изготавливаются из углеродистых сталей, которые являются магнитотвёрдыми. Магнитомягкие стали не намагничиваются. Например, эта деталь от мебельной защёлки не намагничивается, потому что она магнитомягкая. Эта деталь не намагниченная, резец тоже не намагниченный. Вот сейчас их буду намагничивать. Включил и выключил устройство. Эта деталь так и не намагнитилась, потому что она из магнита мягкого материала, а резец намагнитился, потому что он из магнита твёрдой стали. Это устройство можно использовать для размагничивания и больших деталей, например, тисков или деталей токарного станка, которые могут намагничиваться, например, при использовании магнитной щётки. Как я сделал, показано в моём видео, адрес есть в описании. Можно намагнитить и размагнитить инструменты с помощью постоянного магнита. Вот отвертка не магнитная. Провожу пару раз по постоянному магниту, и всё, отвертка стала магнитная. Теперь как можно её размагнитить? Надо медленно вставить по центру магнита и вывести. Всё, отвертка размагнитилась. По моему опыту, вот такой магнит от динамика и слабо намагничивает, и плохо размагничивает инструмент. Я считаю, что такое простое самодельное устройство из трансформатора очень удобно иметь в хозяйстве для размагничивания. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok